Девушки отдыхают Я вру Вру легко, потому что слов моих не проверить Ни Виталика больше нет Ни Женьки Многотонная громада ворот Вздрогнула и поползла вверх со скрежетом Открывая нам дорогу в ад А демонам путь в метро На самом деле Все началось в другой день В день, когда мама предложила поехать в ботанический сад На метро Помню, как поднимались на эскалаторе Как вышли из просторного павильона На утопающую в зелени улицу Как летели по бесконечному небу Легкие облака И как дышал мне в лицо Чуть прохладный ветер Мама купила мне мороженое Это был последний раз Когда я его ел В тот день Человечество казнили Праведников и грешников Призвали, чтобы воздать им по делам их А мы Мы спрятались от Бога в метро Убереглись от Его гневных очей И ему стало лень Выковыривать нас из нор Потом он занялся другими делами Или умер А мы остались на использованной Выброшенной земле И полетели на ней В никуда Я помню столько лишних вещей И не могу вспомнить главное Маминого лица Она умерла почти сразу после войны И все, что у меня от нее осталось Тот день В ботаническом саду Как я мечтал Вспомнить ее лицо Ее взгляд Вспомнить, как она шептала мне Чтобы я ничего не боялся Душу готов был за это отдать Я ей отдал Черные появились позже Со стороны ботанического сада Черные Огромные На голову выше Самого высокого человека Создания из ночных кошмаров Жуткие Как вывернутые наизнанку люди Чудовища Рожденные, чтобы нас погубить Молва приписывала им чудовищную силу И неестественную злобу Говорили, что они голыми руками Разрывают вооруженных людей Че за... Это неправда Правда? Страшней Я вот тут недалеко раньше жил Мол, до войны еще На Петровке Один из всей семьи спасся На работу ехал Звонить пробовал, но куда там Что такое? Черт Черт Мол, до войны еще Артём, Артём, просыпайся. Артём, это я, Хан. Кошмары. Неудивительно после всего пережитого. Послушай, Артём, я был на пепелище Улья-Чёрных и видел там одного из них. Я сразу отправился к тебе. Это шанс, Артём. Шанс понять. Они ведь пытались установить с тобой контакт. Только с тобой. А ты навёл на них ракеты. Хан, ты как здесь оказался? Вон, немедленно. Да-да, Ульман, сейчас. Артём, нам просто необходимо поговорить с Чёрным. Я понимаю, что ты теперь в ордене и подчиняешься Мельнику. Но надо убедить его отпустить тебя. Хан, я сказал на выход. Я доставлю вас к полковнику. Тут секретный объект, Хан. И тебе тут быть не положено. За мной. Собирайся, Артём. Я подожду у выхода из казармы. Пошли, сказочник. Кстати, у меня был один знакомый курильщик. Последний год жизни он ел, пил и дышал через дырочку в горле. Ну ты кури, кури. Ты знаешь, мы тут уже давно, а я всё привыкнуть не могу. Странное место в Д-6. Никогда бы не подумал, что такие огромные бункеры вообще бывают. Говорят, ещё при Сталине строить начали. Строили-строили, пока СССР не развалился. Они-то знали, что война будет. Здарова, Артём. А этот парень, кстати, был в той группе, которая Д-6 нашла. Да, сразу же тон дали. А я вот в новобранцах два года гонял, пока меня в орден приняли. Так о чём мы там? И что, помогло? Не успели даже добиться. Не знаю, как вы, а я на поверхности простояла. Ничего. Слышал, что с группой Романовой случилось? С Романовой? А с ним-то что могло стрястись? Он же в лазарете валяется с того самого похода в великую библиотеку. Выписали его. На той неделе его группу отправили через болото на базу в церкви. Он единственный, кто живым добрался. Иди ты. Вся группа полегла? Там же вроде всё спокойно было на болотах. Видишь, вешки? Идёшь по ним, чтобы не потонуть. Ласторогих, конечно, много, но пройти можно. Кто там целую группу перебить мог? Чёрт его знает. Романов до сих пор рассказать не может. Когда смена пришла, в церкви он один был. Сидел на полу и молился. До сих пор сидит и молится. Не жрёт ничего, людей не замечает. Будто только он, да Бог, а больше никого в мире нет. Главное, не говорите ему, что Бога тоже нет. Ха-ха-ха. Давай, давай. Тебе ещё пять подходов по тридцать раз. Ты посмотри на тех двух салаг. Не удивительно, что полковник приказал удвоить временных из подготовки. Работай дальше. Резче надо. Резче. Привет, Артём. Говорят, ты теперь полноправный рейнджер. Надо будет это дело спрыснуть. А пока, давай тебя айкип... Итак, приступим. Прежде всего, противогаз. Без противогаза на поверхности ещё одна источник. Одна пыль чего стоит. Фонит до сих пор так. Хоть яйца запекай. Да и в метро есть заражённые участки. Не забудь фильтры. Конечно, противогаз смотрится и без них неплохо. Но пользы от него тогда ноль. Так, аптечки. Что тут скажешь? Всё, что нужно для выживания в изящной оранжевой упаковке. Вот твой аванс за этот месяц. Не забывай. Зарплату мы получаем армейскими патронами. Конечно, ими можно стрелять. Бьют они больно. Но лучше всё же приберечь. Потом у любого торговца ты сможешь на них купить обычных патронов или нужное снаряжение. Ага. Отлично. Теперь самое интересное. Пушки. Пушки. Выбирай, какие нравятся, и испытай. Разрежать. Обычно рейнджеры носят по три ствола. Повозжать. И выбор их зависит только от тебя, Артём. Проверка мишени. Поверзительно. Вы что, спецы? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...